я вас приветствую друзья в этом ролике я хочу затронуть одну тему из трагедии которая произошла 1959 году когда группа туристов под руководством игоря дятлова группа туристов пупи пошла в поход и погибла в феврале 1959 года на том месте который сегодня называется перевалом дятлова в районе перевала дятлова так вот точнее сказать более подробно можете посмотреть у меня есть ряд видео большой сборник там много всяких мыслей много анализа много-много-много всего наверное для понимания того что там все-таки случилось что там произошло но одна из самых наверное ярких загадок это отсутствие каких-то упоминаний в этой трагедии что они встречали манси и это является одним из главных таких фактов того что манси не могли быть виноваты в их гибели потому что ну нет никаких доказательств что они где-то в манси пересекали но это удивительно потому что во всех предыдущих походах обязательно происходили встречи с манси и это даже было одним из главных факторов похода потому что можно было закупить мясо оленину ту за самую или еще чего-либо это облегчало поход группы туристов вот как казалось бы ну зачем с манси встречаться а затем что меньше с тобой тащить достаточно нести денег но или в крайнем случае какой-нибудь там спирт или водку или еще чего-нибудь если у вас будет для обмена на продукты питания которые можно было взять у манси об этом туристы прекрасно знали тем самым можно было экономить на продуктах и сэкономить на физическом напряжении сэкономить на весе рюкзаков более того можно было попросить манси так сказать помочь подброской имущества до определенной точки это тоже нормально это было ничего такого предосудительного и оплачивалась за деньги даже считалось своего рода некая благотворительность помощь манси вымирающим вот этим народом и например в походе зимнем 1957 года есть фотографии встречи с манси дано они там ночевали по моему у них ну группа дятлов имеется ввиду походе 1957 года никто это не скрывал никто не считал это каким-то неправильным действием и одной из целью походов по этим местам как раз и было изучение том числе этнографии изучения обычаев мансийских ну и так привлечения их немножечко к цивилизации как вот сами записали туристов он станет себя считали цивилизованными людьми а манси какие-то не очень цивилизованными и вот возвращаясь по ходу группа дятлова такое впечатление из фотографии дневников что они никак не встречались при этом шли за манси шли за оленями ли по мансийской тропе где только проехал охотник и обратно он им так и не встретился а этого не может быть он должен был вернуться в любом случае на основании вот этих фактов я уже сделал определенные выводы что скорее всего и все-таки сопровождал какой-то манси но есть еще некое подтверждение того что манси их сопровождал а это именно фотографии фотографии зарубок так называем у нас есть вот такая фотография зарубки мансийская да здесь вот 4 сверху четыре черточки он достаточно кривые знаки родовые ну похоже на анямова но вот этот вообще очень кривой это тоже какой-то странный и снизу еще какие-то черточки похожие как будто четыре собаки в общем вроде бы сходится по смыслу но по исполнению совершенно не походят некая пародия на зарубку хотя судя по снегу вот здесь вот на коре которая свисает вроде как это сделано до того как сюда подошла группа дятлова и начал это фотографировать у меня вот этот знак вызывает серьезные сомнения во первых с трех сторон зачем-то обтесана бревну с трех сторон и на одной стороне только чего-то такое накорябанно причем похода как будто накорябана углем что это означает понять невозможно я хочу объяснить что манси просто так на деревьях ничего не на руки не делали они всегда делают в честь какого-то события в основном события охота то есть вот где-то рядом добыл медведя или росомаху ну какое-то крупное животное манси делает его фигуру условную вырубает и на нем все это рисуется чернить углем много споров на эту тему в группе карелина в отчете написано что мол бахтияровы рассказывали что чернят они углем валера нямов мне говорил что ну как-то не знаю насколько это было принято вот здесь явно углем зачернили но это не имеет особого смысла ну просто потому что любой манси без всякого зачернения поймет что здесь написано а вот что здесь написано вот на этой фотографии не поймет ни один манси и отсюда вызывает вопросы вообще в достоверности вот этой зарубки на этой же фото пленки есть еще одна зарубка которая вызывает очень много споров вот она вот такая зарубка тоже три черты явно зачерненные очень свежая буквально вырубленная только что написано 1958 год даже прям г написано опять-таки стоит родовой знак анямовых почему именно они обувь я постараюсь сейчас вам наверное объяснить более так понятно но вот этот знак он вообще свеженький то есть вот его сделали и сфотографировали никогда анямова ну вообще манси не пишут год на своих зарубках в этом нет смысла я уже сказал смысл зарубки не в том что в каком-то году здесь что-то произошло а смысл зарубки в том что здесь конкретно недалеко был добыт дверь одним двумя тремя мансами с помощью собак это такое как вам сказать хвалебная отметка что ли некая неважно каком это году произошло и мансим это неважно который дальше это увидит и прочитают это просто чисто для себя для поднятия так сказать собственного самоуважения что вот смотрите я вот здесь медведя добыл например у меня есть видео я вот прошлую зиму ездил на перевал дятлова с валера анямова и там есть видео про зарубку и вы на этом видео можете четко увидеть и понять какая зарубка должна быть как она выглядит по-настоящему вот это хвост вот это родовой знак анямова валера вот рассказывает здесь его отец что-то добыл то ли медведя то ли росомаху то ли медведя то ли росомаху вот пожалуйста вам вот такие знаки манси делали на рубки но это значит сколько человек сколько собак наверное да как думаешь что тут много зарубок две собаки а вон внизу две собаки здесь раз два три 4 5 5 зарубок а то есть выделяет таким образом да не люди просто дима он один на понятно то есть он был один оставил один знак что вот он один двумя собаками и вот тут дверь непонятный похоже все таки может быть либо медведь либо как говоришь росомаха либо росомаха подзаросло маленько поэтому тяжело понять но углем смотри углем не чернили да нет у вас вообще никогда углем не чернили не было такого просто у дятловцев там черным как будто выделено углем тоже могут уголь собой возили сулю голем не зачем от костра а где-то зверя добыли развели костер сделали зарубку и углем или с как почти так и было только вначале разделали а разделали вот где-то вот в этих местах где-то рядом отец валерия него охотился и вот оставил до 1 охотился причем вот вам пример просили меня посмотреть объяснить вот пожалуйста вот родовой знак и вот так он выглядит от какой год примерно я не знаю 80 какой-то год это дерево вообще это кедр а кедр но не менялась у вас наверное со временем не было такого что раньше одни были заруб потом другие то есть традиционные как обычно вот пожалуйста грубо говоря и вот он зарос за сколько времени каким образом судя по всему вот на этой зарубке вот в самой на самой зарубке силуэт самой зарубки является таким стерилизованным знаком медведя и вот видите стерилизованный знак животного а внутри знак анямовский родовой но и там немножечко еще есть только собак и о никаких углей никаких году ничего больше нет вот это истинный настоящий знак понимаете а возвращаясь вот к этим знакам например вот этой зарубки я глубоко убежден что это ну просто некая пародия попытка воссоздать зарубку причем скорее всего это сделано под руководством некого молодого анямова который сопровождает группу и который приблизительно рассказывает как это должно выглядеть а ребята кто-то из ребят сами попытались попробовать это сделать ну а год почему 58 ну чтобы так сказать не спалиться носите напишут 59 понятно что сами они это сделали а 58 вроде как вот это 58 то есть это для непонятливых для незнающих это выглядит вполне настоящий вполне естественно но если глубоко изучать тему понимая что это подделка откровенная подделка но она имеет вид такой ну близки к настоящему значит кто-то подсказывал кто-то рассказывал кто-то объяснял как это делается и этот кто-то как раз и был сопровождающим этой группы на мой взгляд пишите что вы думаете по этому поводу высказываетесь до новых встреч друзья